здравствуйте дисциплина охрана труда и продолжим урок тема 6 микроклимат производства помещения и на рабочих местах на прошлом уроке мы рассматривали первые два вопроса сегодня мы рассмотрим оставшие два вопроса это отопление кондиционирования воздуха и второй вопрос здесь сегодня это промышленной вентиляции принципах расчета загрязнением воздуха большое количество производств размещается старых зданиях неэффективной вентиляции отсутствие нормальной вентиляции приводит к застою воздуха помещения концентрация запахов от производства и вредны для дыхания веществ в результате этого быстрая утомляемость головные боли склонность к вирусным и простудным заболеваниям а это снижение производительности труда в целом ряде производств из рабочих зон удаляется загрязненный или имеющий запах воздух для этого создаются мощные вытяжные системы потребляющие колоссальное количество электроэнергии при этом запахи и загрязнений не уничтожаются а только выбрасываются и распыляются в атмосфере для поддержания помещениях нормального отвечающего гигиеническим требованиям состава воздуха удаление из него вред газов паров и пыли используют вентиляцию что ж такое вентиляция вентиляция это регулируемый воздухообмен помещения вентиляции называют также устройство которое ее создает по способу перемещения воздуха в помещении различает естественную и механическую вентиляцию возможных сочетания которые называются смешанная вентиляция естественная вентиляция подразделяется на аэрацию и проветривание механическая вентиляция в зависимости от направления движения воздушных потоков может быть вытяжной приточной и приточно вытяжной если вентиляция происходит во всем помещении то ее называют общеобменной вентиляции сосредоточенные в какой-либо зоне на объекте загрязнения среды может это быть называется местной или локализующей по времени воздействия вентиляции делится на постоянную действующую и аварийную при естественной вентиляции воздух поступает в помещение удаляется из него вследствие разности температур а также под действием ветра аэрация это организованная естественной вентиляции выполняющая роль общеобменной преимуществами ее является простота и экономичность сочетание с возможностью проветривания больших объемов помещений а недостатками невозможность подогрева увлажнения и обеспыливания поступающего воздуха ограниченные возможности при использовании холодный период года и для локального проветривания механическая вентиляция обеспечивается вентиляторами забирающими воздух из мест где он чист и направляющих его к любому рабочему месту для оборудования при механической вентиляции воздух перед его потреблением можно обработать подогреть увлажнить или подсушить очистить от пыли и так далее а также очистить перед выбросом в атмосферу при точной вентиляции обеспечивает только подачу чистого воздуха вытяжная вентиляция предназначена для удаления воздуха из помещения при точно вытяжной вентиляции применяют в тех помещениях где требуется повышенный особо надежный обмен воздуха расчет вентиляции начинается с определения воздухообмена для данного помещения при этом учитывают климатическую зону время года наличие вредных паров пыли испыточное тепловыделение и образование влаги ядовитых веществ в отсутствие дополнительных вредностей норму воздухообмена принимают 20 метров кубических час на одного человека общий расход воздуха определяет как произведение числа работающих в данном помещении на эту норму отопление второй вопрос это было у нас отопление отопление это искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержание заданного уровня температуры отопительные системы бывают центральные и местные в системах центрального отопления энергия вырабатывается за пределами отопливаемых помещений а затем а затем распределяется по системе труб потребителями центральное отопление в зависимости от вида теплоносителя бывает водяным воздушным паровым распространенным видом местного отопления является это печное также используют газовые и электрические в отопливаемых помещениях для обогрева устанавливают отопительные приборы тип прибора зависит от системы отопления при воздушном отоплении это колориферы в системах водяного радиаторы конвекторы гладкие репристые трубы кондиционирование воздуха в настоящее время для поддержания комфортных условий в зоне пребывания людей все больше используют кондиционирование система кондиционирования называют совокупность технических средств служащих для приготовления перемещения и распределения воздуха а также для автоматического регулирования его параметра системы кондиционирования включает средства для очистки от пыли для нагрева охлаждения и увлажнения воздуха автоматическое регулирование его параметров контроля и управления уборка производства помещениях конечно всегда регулярно или каждый день нужно делать уборку даже в некоторых помещениях где очень грязно делают уборку два раза уборка должна быть регулярной рациональной то есть влажная уборка применение пылесосов уборка помещений производится с применением средств дезинфекции она должна включать обметание вытирание влажной материи или мыть ее стен полов панели радиаторов окон двери и мебели полы желательно натирать мастикой или другими пылесвязующими составами которые не дают пыли подниматься в воздух необходимо чаще проявить и чистить одежду на открытом воздухе во время уборки производства помещений и после уборки желательно проявить эти помещения ведь загрязненный воздух влияет отрицательно на организм человека ну и в конце урока вопросы для самопроверки на этом урок закончен до свидания до свидания до свидания до свидания